Похоже, что принц Гарри и Меган Маркель рискуют пожизненно участвовать в бесконечных судебных заседаниях. Они могли бы избежать проблем, если бы соблюдали важный королевский принцип в общении с журналистами. Очередным камнем преткновения между сосекскими и СМИ стала причина отсутствия принца Гарри на поминальной службе в честь принца Филиппа весной этого года. В прессе активно обсуждалось, насколько вескими были причины у супругов для того, чтобы пропустить такое важное для королевской семьи событие. Напомним, принц Гарри отказался приезжать в Великобританию, потому что ему не обеспечили должную безопасность силами правительства страны. Сам герцог Сосекский считает, что подобные публикации оставили значительное пятно на его репутации, выставив его в глазах общественности зарвавшимся и избалованным принцем, в то время как он лишь был озабочен действительно серьезным вопросом. По инсайдерской информации, принц Гарри подал иск на несколько изданий, которые, по его мнению, были слишком резки в своих суждениях. И это уже восьмой иск Сосекских против таблоидов за последние три года. Представитель международного юридического агентства Уитерс Эмбер Мелвилл Браун высказалась по данной ситуации. По ее мнению, из-за того, что супруги пытаются очистить свое имя в публичном пространстве, они могут погрязнуть в судебных разбирательствах очень надолго. Меган и Гарри вовлечены в процесс, их ждет пожизненная битва с британскими таблоидами. Они не останутся в стороне от внимания, критики и порой серьезных обвинений. И если они будут жаловаться, объяснять и предъявлять иски, то это займет все их время, отметила эксперт. Кроме того, Мелвилл Браун добавила, что именно после того, как принц Гарри и Меган Маркель отказались от важного королевского правила, никогда не жалуйся, никогда не объясняй, они собственноручно поставили себя под удар со стороны прессы. Это мантра на все времена, ответ на все случаи жизни, который явно дает понять, что никакого взаимодействия перед лицом обвинений, сплетен и слухов не последует, сообщила правозащитница. В минувшую среду начался тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Шотландии, рано утром герцоги прибыли в Глазго, где посетили начальную школу Святого Иоанна. Ни для кого не секрет, что Кембриджская очень любит маленьких детей, поэтому это мероприятие стало для нее вдвойне приятным. Во время беседы с родителями малышей Кейт также рассказала и о жизни своего четырехлетнего сына, принца Луи, а также поведала публике об увлечениях наследника. Герцогиня пообщалась с Джоан Уэйлес, которая является матерью четверых детей. К слову, на встрече также присутствовал и один из ее сыновей, мальчик подошел к Кембриджской и с улыбкой показал свои любимые игрушки, это были фигурки Человека-паука и Халка. «Наш маленький мальчик Луи тоже любит Человека-паука», — восторженно сказала Кейт. Сама Джоан поделилась с королевскими особами своей истории жизни. Оказалось, что женщина-мать-одиночка, супруг которой умер почти два года назад. Мисс Уэйлес также отметила, что общение с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон — это сплошное удовольствие. «Они были очень милы и сразу же стали разговаривать с Джейсоном о супергероях. Я думала, что наша встреча будет странной, но они просто успокаивали нас. Герцоги очень милые и гостеприимные, они хотели убедиться, что у меня все в порядке и что я не забываю заботиться о себе, ведь часто мамы ставят себя на второй план», — объяснила Джоан. К слову, дочь мисс Уэйлес, Оливия, подарила на память принцу Уильяму свой рисунок, а Кейт похвалила девочку за старание, сказав, что «рисунок очень хорош». Два года назад принц Гарри и Меган Маркель заключили многомиллионный контракт с Netflix. Компания герцога и герцоги сосекских, Archuel Productions, должна была выпускать на стриминговом сервисе документальные, художественные фильмы и сериалы, а также развлекательные шоу и детские программы. Однако с того момента супруги так и не предоставили ни одного проекта зрителям. Как сообщают инсайдеры, доверие со стороны руководства Netflix к внуку Елизаветы II сильно подорвано. Дело в том, что в апреле принц Гарри и Меган Маркель навестили Елизавету II и принца Чарльза по пути в Гаагу на спортивные состязания игры непобежденных Invictus Games. Многие поклонники и королевские эксперты были уверены, что семья сосекских прибыла в Великобританию в корыстных целях. Однако Гарри опроверг эти заявления, сообщив эксклюзивную информацию конкурентам Netflix о подробностях встречи с Елизаветой двумя. Ей и Меган пили чай с королевой. Это было очень здорово, встретиться с ней. Просто потрясающе снова видеть ее. Она в отличной форме, а ее чувство юмора всегда при ней, рассказал герцог сосекский канал NBC. Источники, близкие к руководству Netflix, признались, что боссы были вне себя от ярости, услышав, что Гарри рассказывает о встрече с бабушкой. Им бы хотелось услышать такие детали в своем документальном проекте. Возникло настоящее чувство гнева, когда эти откровения были сказаны в камеру конкурентов, сообщает The Sun. Напомним, что недавно стриминговый сервис Netflix разорвал контракт с Меган Маркель на выпуск ее мультипликационного сериала «Жемчужина». История должна была рассказать о 12-летней девочке, которую вдохновляют женщины, вошедшими в мировую историю. Сейчас принц Гарри активно принимает участие в матчах по полу в Калифорнии. Так, накануне увлеченного игрока снова застали репортеры. Он переоделся в свою белую футболку, чтобы разогреться перед турниром. И невольно устроил зрителям настоящее шоу. Перед тем, как начать игру в поло, принц Гарри решил нанести солнцезащитный крем. Для этого он приподнял футболку, а присутствующие на матче поклонники решили запечатлеть этот момент. Герцог Сосекский предстал полуголым, при этом кубики пресса на его теле явно не были заметны. Кадры уже разлетелись по сети, внук Елизаветы II оказался объектом злых насмешек. Меган, твоему мужу надо подкачаться, Гарри отъелся на фастфуде. А как же йога от Меган и вот это все, Гарри, ты перестал следить за собой, а еще говорят, что брак идет на пользу. Ты не готов к лету, пишут пользователи соцсетей. Напомним, что сейчас супруги Гарри и Меган Маркель готовятся к важной поездке в Великобританию. Они появятся на праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II вместе со своими детьми, трехлетним сыном Арчи и 11-месячной дочерью Лилибет. Королева предоставила телекомпании BBC беспрецедентный доступ к сотням домашних видеоархивов, снятых ею, ее родителями и покойным мужем, принцем Филиппом. На основе этих кадров будет создан новый документальный фильм, где можно будет увидеть Елизавету двух с момента, когда она была ребенком в коляске, до ее коронации в 1953 году. Одна из съемок зафиксировала первый продолжительный визит Филиппа в замок Балмарал в Шотландии в 1946 году до того, как стало известно о его помолвке с Елизаветой. На кадрах запечатлена сияющая принцесса, демонстрирующая перед камерой свое обручальное кольцо. Саймон Янг, ответственный редактор BBC, отметил, что телекомпания польщена доступом к архиву Королевы. Это документальный фильм, необычайный взгляд на глубоко личную сторону королевской семьи, которую редко можно увидеть. И замечательно иметь возможность поделиться им с нацией, когда мы отмечаем платиновый юбилей ее правления. Фильм под названием «Елизавета, невидимая королева» выйдет в эфир в Великобритании 29 мая в преддверии недели национальных торжеств, посвященных 70-летию королевы на престоле. Это лето станет особенным для британской королевской семьи, ведь впервые за два года принц Гарри вместе со своей семьей отправится в Великобританию, чтобы побывать на праздновании платинового юбилея королевы. Долгое время эксперты гадали, когда же малышка Лили Бет, дочь герцогов сосекских, которая появилась на свет летом прошлого года, познакомится со своей прабабушкой-королевой и другими представителями монаршей семьи. Стоит также отметить, что день рождения Лили приходится на субботу, 4 июня, третий день банковских каникул в королевстве. К слову, эта дата знаменует открытие скачек дерби на ипподроме Эпсом-Даунс. Предполагается, что вечером 4 июня в Букингемском дворце пройдет торжественное представление по случаю платинового юбилея. В мероприятии примут участие около 22 тысяч человек, 10 тысяч из которых были приглашены в результате общественного голосования. Эксперты считают, что сосекские проведут день рождения Лили Бет особенным образом, в кругу представителей монаршей семьи. Принц Гарри и Меган Маркель рады сообщить, что имеют честь присутствовать на праздновании платинового юбилея королевы в июне этого года вместе со своими детьми, объявили представители герцогов. Однако сосекские не примут участие в приветствии на балконе Букингемского дворца во время парада Труппинг Зе Калор, так как больше не являются действующими представителями королевской семьи. На балконе появятся принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, а также принц Чарльз и Камила Паркер Боулс.